День посткроссера отзначается 7-го снежня. Белорусские посткроссеры выходят в десятку самых активных по окулькости отправленных паштовок, а у дельника у руху омаль 25 тысяч. У лидерах – Злучанная Штаты Америки и Германия. Наши корреспонденты зазернули у коллекцию паштовок одной из могилевских представниц этого популярного захопления. Ганна занимается посткроссингом 4 года, однако особистая коллекция и зараз ураженная. 2000 паштовок, а может и больше. Это маленькая часть, это самая маленькая. У меня дома три битком набитые коробки с под обуви. География отриманных паштовок довольно широкая. Летят послания из всех баку свету. Навод и ты, про которые Ганна ранее и не сдогадывалась. Я прыгала часик, когда я даже не знала про такой Кауаи остров. Я когда ее получила, я очень-очень радовалась. Конечно, есть Шри-Ланка, всякая там Африка у меня есть. Но я не знаю, почему мне она так понравилась. Люди из России, из Тайваня. Мальчик мне прислал вот такую открытку, с которым я общаюсь. Он работает социальным педагогом. Вот этот мальчик. Мне нравится, потому что здесь как слайд. Я в своем профиле указала, чтобы мне посылали с поездами, с морями. Для посткроссингу нема межу. Невеликие отлеглости и немоуны барьер не перешкоджают новым знакомствам. И они часто перерастают у себя броуства. Из Соединенных Штатов Америки. Мужчина ему лет 60. И, кстати говоря, он приезжал в Беларусь, в село Ганцевиче вроде бы. А Грег Костер вроде бы его. Вот. Мы с ним познакомились, общались долгое время. Каб стать посткроссером, ничего особливого не потребно. А кроме на пыл на жаданне, каже Ганна. А вось, який незвычайно цикавый и разностайный свет, отчиняя гэтое захоплення, вы доведаетесь практически одразу, як отримаете свои паштолки. Алена Милищанкова, Виталь Алексеенко, Новины Регион.